Скейт-парки, скверы, ухоженные улицы и современные спорткомплексы. Результаты работы властей и частного бизнеса. Создать выгодное взаимодействие сторон для любого моногорода, да и для обычного тоже. Задача самая насущная. Невиномыск в этом вопросе преуспел. До 2020 года должны были создать 2500 рабочих мест. А трудятся уже почти 13000 человек. План привлечения инвестиций 34 миллиарда рублей. Пришли 36. Опережающий опыт Невиномыска хотят передать и другим моногородам страны. Невиномыск по итогам 2018 года вошел у нас в десятку лучших. Энергетика или энергия, реализация задуманного, мне кажется, что это можно точно транслировать на все 317 городов. Потому что те обязательства, которые брала на себя команда губернатора, команда мэра, сам город, все перевыполнено в несколько раз. Но мало просто привлечь промышленников. Нужно сделать город комфортным для жителей, а значит и для малого бизнеса. После включения в программу моногородов в 2017-м в Невиномыске обновили 25 объектов. Парк «Шерстянник», дворец химиков, спорткомплекс «Олимп». Результаты ждать не заставили. У нас люди начали приезжать. У нас, правда, количество прописывающих увеличилось в два раза. У нас жизнь в городе появилась. У нас сегодня количество студентов в пяти СУЗах и в трех ВУЗах увеличилось практически в два раза. У нас в первые классы дети пошли в полтора раза больше. Центром притяжения невиномыцев совсем скоро должен стать обновленный бульвар мира. Плитка, уличное освещение, скамейки, ухоженные газоны. А в перспективе праздники, мастер-классы, перформансы местных артистов. В общем, все что угодно. А еще сюда по максимуму планируют привлекать малый бизнес. Ведь чем больше на улице жизни, тем она комфортнее и безопаснее. На форуме обсудят и новую программу развития моногородов до 2024-го. Принять ее должны уже в следующем году. Из главных пунктов увеличить государственное финансирование, обеспечить работой жителей, не связанных с городообразующими предприятиями и обучить новое поколение управленцев. Никита Шишков и Антон Красов. Ставропольское телевидение.